Динамика положительная. Власти республики фиксируют повышение прибыли промышленных предприятий региона. Долгожданные снижения. Центробанк России впервые за 11 месяцев понизил уровень ключевой ставки. И бизнес за Уралье. Сибая сегодня открылся предпринимательский форум «За Уралье-2016». Начну выпуск с главной финансовой новости страны. Банк России снизил ключевую ставку на полпроцента до 10,5% годовых. В последний раз мегарегулятор снижал ставку 11 месяцев назад. Своё решение Совет директоров Центробанка связывает с темпами роста потребительских цен, которые оказались ниже, чем прогнозировалось. Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 7,3%. Месячная инфляция с учётом сезонности в годовом выражении около 5%. Данные о динамике ВВП в первом квартале текущего года, а также макроэкономические показатели за апрель подтверждают повышение устойчивости экономики к колебаниям цен на нефть. Помимо этого, денежно-кредитные условия остаются умеренными жёсткими, несмотря на их некоторое смягчение в связи со снижением дефицита ликвидности банковского сектора. Следующее заседание Совета директоров Центробанка, на котором будут решать уровень ключевой ставки, запланирован на 29 июля. Башкортостан намерен значительно улучшить позиции в рейтинге инвест-привлекательности регионов России, который ежегодно составляет агентство стратегических инициатив. Сегодня об этом Сибаи заявил премьер-министр республиканского правительства Рустем Морданов на заседании Общественного совета при главе Башкортостана по инвест-привлекательности, который проходит в рамках предпринимательского форума «За Урале-2016». На форуме работает и наш корреспондент Екатерина Тимиряева. Кать, здравствуй. Сейчас она, кстати, выходит с нами на прямую связь по телефонной связи. Что еще важного прозвучало в рамках Общественного совета? Да, Равис, действительно, тема инвест-привлекательности Башкортостана стала ключевой в рамках Общественного совета при главе Башкортостана. Отмечу, что премьер-министр правительства Башкортостана Рустем Морданов сказал, что по итогам прошлого года Башкортостан закончил в плюсовых значениях по инвест-деятельности, но по итогам первого квартала этого года снижение демонстрируется на уровне 1,5%. В частности, объемы снизились в сельском хозяйстве, строительстве и обрабатывающих отраслях. Также сегодня обсуждалась тема о том, как удалось улучшить инвест-деятельность у нас в республике. Напомню, по итогам 2014 года Башкортостан занял только 40-ое место в рейтинге инвест-привлекательности АСИ. Я скажу только о некоторых промежуточных результатах. Количество дней для регистрации юридических лиц теперь это три дня. Раньше это было почти две недели. Государственная регистрация прав на объекты недвижимости до пяти дней, а при подаче заявлений в электронном виде один-два рабочих дня. Разрешение на строительство в целом по республике снижено со 129 до 85 дней. По подключению к энергетическим сетям срок сократился до 47 дней. Раньше он был 81. Хотя, конечно, это пока еще не показатели лидеров. Катя, продолжай. Да, Равиль. Также обсуждались новации законодательные, которые вступили до конца 2016 года. Субъекты Российской Федерации и регионы в прошлом году получили ряд расширенных полномочий. Это касалось и налоговых режимов. Также обсуждалось, что предприятия будут освобождены от дела производства, и у них будет упрощенная система приема работников к СССР. И еще одно нововведение – это самозанятые граждане. Предполагается, что те, кто заявит о себе как о самозанятом гражданине, будут освобождены в течение трех лет от уплаты налогов. Равиль. Да, Кать, спасибо. Это была Екатерина Тимиряева, наш корреспондент, который сегодня работает в Сибае, где проходит предпринимательский форум «Зауралье-2016». И сейчас к данным статистике. Крупные средние предприятия республики в январе-марте текущего года заработали 38 миллиардов 400 миллионов рублей. Это больше на 38,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Таковы данные Башстата. Среди лидеров предприятия, работающие в обрабатывающем производстве, их прибыль приблизилась к 22 миллиардам. К транспортной компании заработали почти 3 миллиарда. Прибыль предприятий розничной торговли, наоборот, снизилась до 7 миллионов. Оптовой торговли – до 543 миллионов. В сфере добычи полезных ископаемых также зафиксировано сокращение прибыли до 2,5 миллиардов. Доля же убыточных организаций выросла с 24,6% до 25,3%. Убыток же нерентабельных предприятий снизился на 87,5% до 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Сегодня мы подводим итоги финансовой недели. Гость студии, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снаббанка Азат Амиров. Азат, эта неделя проходит на позитивной волне. Нефть торгуется на 8-месячных максимумах. В итоге, чем еще запомнилась эта неделя для брокеров? Надо сказать, что оценивая реакцию валютного рынка на решение Центробанка по ключевой ставке, надо отметить, что участники закладывались на более агрессивные действия монетарных властей и ожидали 1% снижения учетной ставки. При этом, сразу после объявления данной новости, рубль начал резко укрепляться по отношению и к доллару, и к евро. Сейчас в моменте доллар торгуется по 64,40. Евро стоит на отметке 72,73. Следующее заседание Центробанка состоится через полтора месяца. И уже сейчас накопленные уровни инфляции позволяют ожидать дальнейших шагов по снижению учетной ставки. Нефть действительно торгуется на многомесячных максимумах. Надо отметить, что недостаток инвестиций в геологоразведку и добычу начал сказываться. В США запасы сырой нефти уже как минимум третью неделю подряд сокращаются. В результате бренд по итогу недели вырос на 3 с лишним процента. Торгуется по 51,40. Лайт торгуется по 50 долларов за баррель. Вслед за нефтью неудивительно, что и российский фондовый индекс заканчивает неделю на позитивной ноте. Рублевый МВБ на 1,2%. И валютный РТС на 3,2%. Акции Башнефти в отсутствии новостей по приватизации компаний торгуются без внятной тенденции. Обыкновенный плюс 80% и привилегированный минус 1,4%. Хотя эти ценовые уровни довольно высокие. Ну и чего еще ждем в начале следующей недели? Ну, главная новость в следующей неделе – это двудневное заседание ФРС США. В среду вечером будет объявлено решение по их ключевой ставке. Но здесь, исходя из фьючерсов на это событие, участники не ожидают никаких изменений. Надеемся, что они все-таки будут действительно, если и будут, то положительными. Спасибо большое. Азат Амиров, начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башхомсна Банка. О новостях пока все. Далее Кирилл Кукош и программа «Взгляд». Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok